Куски асфальта разбросаны на сотни метров. Новая дорога развалилась на части, как печенье. Такое ощущение, что находишься не на берегу Азовского моря, а едешь над обрывом в горах. В некоторых местах дорога просто рухнула вниз. Так сейчас выглядит поселок Ясинская переправа в Ейском районе. Чтобы не рисковать, добираться сюда лучше всего на Камазах. Вчера около двух часов ночи поднялся сильный ветер, который не стихал до утра. Порывы достигали 40 метров в секунду. Все это время они гнали волны с моря прямо на поселок. На своем пути вода смывала все. Заборы, автомобили, сараи, а ветер сорвал крыши с домов. Избежать человеческих жертв помогли спасатели и врачи, которые, рискуя своими жизнями, вывозили людей из поселка. Все, когда вода наступала, бегали по дворам, помогали старикам. Они разутые, то есть в туфельках, босоножках, босиком бегали, потому что у одного хватало сердца, у другого. Сейчас ветер в Ясинской переправе стих, вода начинает сходить. В поселке развернули оперативный штаб МЧС. Спасатели уже разбирают дороги от завалов и пытаются восстановить подачу электричества, воды и газа. Всех, кто не отказался, перевозят из домов во временные пункты размещения. Один из таких в соседнем поселке. Здесь людей размещают в школе. Обязательно горячее питание, а для детей отдельная игровая комната. Было страшно, когда крышу сдувала, потому что все затряслось. В 80 километрах от Ясинской переправы в станице Должанской первым на себя принял удар нагонной волны Казачий берег. База отдыха в это время была заполнена туристами. На места, по которым прошла стихия, сегодня приехал губернатор Александр Ткачев. Тех, кто не может самостоятельно уехать домой, развозят автобусами. После чрезвычайной ситуации необходимо оценить масштабы разрушений и понять, хватает ли брошенных сил на ликвидацию последствий. Александр Ткачев осмотрел дома, в которые зашла вода. В некоторых дворах затоплены огороды, погибла домашняя птица. Сейчас уже составляют списки всех пострадавших, чтобы люди, чьи дома затопило, получили всю необходимую помощь в самые короткие сроки. Самое главное – очистить дворы и помещения от ила и грязи, а потом просушить здания. Комиссии в течение сегодняшнего и завтрашнего дня и послезавтра будут обходить каждое домовладение. И оценивать ущерб. Мы сегодня предполагаем, сейчас оцениваем примерно масштаб бедствий, примерно на каждый дом, где была вода, где зашла вода, будет выделяться сумма 150 тысяч рублей. Предварительно, сразу. И 10 тысяч рублей, это будут деньги уже в течение двух дней, выделены каждому, кто на этот момент стихии прописан и жил в данном домовладении, где пришла беда стихии. На улицах сейчас вовсю идут уборочные работы. По распоряжению краевых властей для ликвидации последствий задействуют не только спасатели, но и казаков с военными. В ближайшие сутки в станице снова должен появиться свет. Также восстанавливают подачу газа в дома. Жертв после нагонной волны, обрушившейся на район, нет. И, как говорят сами люди, это не счастливый случай, а слаженная и, самое главное, оперативная работа специальных служб. В разговоре с Александром Ткачевым жители признаются, услышав предупреждение, далеко не всегда стараются перебраться в безопасное место. Живут все-таки на море и к сильному ветру со штормом привычные. Но такого еще не было. Даже старожилы не помнят, чтобы волны под шквалистым ветром затапливали дома и дворы. Причина какая? Почему так много вода зашла? Ну, верим, она как называлась? Набонная волна? Как она называлась? Вона пошла и пошла. Так, стихия она и есть, стихия. От непогоды пострадали и социальные объекты. В двух школах ветром сорвало крыши. Через два дня рабочие планируют закончить, перестылать кровлю. Здесь же, в станице, губернатор проводит краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ураганный ветер за один день оставил без света 180 тысяч человек в пяти районах края. Помогать устранять разрушения будут не только силами пострадавших территорий, подчеркивает Ткачев. На помощь придут специалисты со всего края. Из всех районов на ликвидацию разрушений направят пять тысяч человек. С завтрашнего дня организовать работу комиссии. Четко, отлаженно, профессионально и быстро. Завтра все это оформить. Конечно, работа здравоохранения, медицинские пункты, обходы, спросить, что нужно, чем помочь и так далее. Конечно, подтянем строителей, волонтеров с территории. Для того, чтобы каждому нарезать участок, и каждый стал вывозить грязь, складывать мусор, помогать по двору, по хозяйству и так далее. Потому что люди сами не справятся. Огромный объем работы, особенно где вода была в метр. Времени у нас нет. Еще раз говорю. К беде на Кубани не привыкать, отмечает Качев. Уже в мобильном пункте управления чрезвычайными ситуациями, выйдя на видеосвязь с каждым муниципалитетом, подчеркивает, решать беду отдельных районов будут всем регионам, чтобы успеть до первых холодов. Наученное наводнением в Крымске, Кубань сейчас должна мобилизоваться, подчеркивает губернатор. Пострадавшие люди не останутся в беде один на один со стихией. И кубанцы это уже не раз доказывали. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Валерий Пятов, 9 канал, Ейский район.